У нас много возможностей для участия студентов в научной деятельности. Прежде всего, это, конечно, ваши учебные курсы, где вы пишете курсовые работы, и тем самым впервые приобщаетесь вот к этому роду деятельности. Но это, так сказать, обязательный учебный план. Конечно, если его хорошо выполнять, то и тут можно достичь больших успехов. Но, кроме этого, существует еще, если у студента есть особая инициатива, а сейчас это очень приветствуется, то существует такая форма, как участие в научных конференциях. И я знаю, многие из вас этой формой, этой возможностью и формой пользуются. И, конечно же, есть еще такая форма, как публикации и в сборниках, и в научных журналах, в том числе в Аковских журналах. И, как я знаю, студенты тоже участвуют в таких публикациях. Не так часто, конечно, но участвуют. И поэтому учитесь. И чем скорее вы начнете понимать, что такое настоящая научная работа, тем вам же потом и будет легче. Это научно-исследовательское направление, которое обозначено здесь, в нашей конференции, которое обозначено в этой декаде, которое действительно справедел, сказал Константин Владимирович, очень своевременно и очень, мне кажется, правильно инициировало наше Министерство культуры, для нашего факультета является приоритетным. Ведь вы подумаете, наш факультет так и называется. И вот эта первая составляющая научная как раз затачивает, так сказать, наше внимание и наш исследовательский ракурс именно на науке. Мы вас ремеслу научили уже в таком среднем звене, ремеслу. А поступив в консерваторию, уже можно определяться или просто пробовать себя в разных научных исследованиях. Для наших дипломных работ мы ставим приоритетные задачи именно на визну. И студенты здесь, не могу сказать, без сложной скромности, открывают совершенно новые страницы нашего музыкального искусства, страницы науки о нашем музыкальном искусстве. Если в партитурах встречается Виолетта, то это вовсе не женское имя воспитанницы венецианского приюта, где работал Вивальди. А это венецианское обозначение скрипичного альта, но оно было принято именно в Венеции, именно в год жизни Вивальди. То есть это конец 17-го, первая половина 18-го века. А потом оно было заменено на всем привычное обозначение Виола. И в Венеции, и везде. Я там делаю акцент именно на цифровой технологии и на принцип передачи информации через условный экран. Это действительно меняет мышление во второй половине 20-го века. И поэтому все вот эти мультимедийные композиции сейчас, они естественно выглядят. Они для обычной публики выглядят естественнее, чем Моцарт. Потому что они приходят, и это им понятнее. Оно вот как-то ближе немножко к тому, что они постоянно видят каждый раз. Это как бы вывод, который я делаю сейчас на основе концертов, например, и студеновой музыки, и на основе моих разговоров с разными людьми в зале. Есть музыка, которая как фольклор звучит среди обычных музыкантов народных. Они это исполняют, как правило, ну каким-то обрядом, или они там веселятся, у них праздники какие-то. А есть именно те, кто феодалы, то есть им нужно что-то особо интересное. Поэтому, как правило, вот эта музыка, которая бытует в их среде, она отличается от народной музыки. Потому что им интересно, они вот услышали какого-то индийского купца, например. Они его сюда привлекли, и он там что-то им спел, они сказали, да, мне это нравится, но мне надо что-то немного и ближе к нашему, чтобы не просто была индийская музыка или иранская. Вот что-то сделай такое, и вот их придворные музыканты, они находят что-то так, комбинируют, делают какие-то эксперименты, и так рождается высокая музыка.